Смотрите, россияне, я покажу вам, как выглядят пляжи на севере Америки. Это какие-то магазинчики, в которых можно купить всё для пляжа. Такие навесы, где можно перекусить дальше. Эти тушевые, раздевалки. Ну, разумеется, за парковку надо платить. Это около, обычно, 35-40 долларов в день. Песок прекрасный. Парковка огромная, там, не знаю, сколько тысяч человек приезжает. Вот такие машинки ездят по пляжам. Это для тележек с игрушками, для пикник-тейблз. Билеты покупаешь обычно заранее, потому что парковка набивается быстро. Если приедешь без пляжа, то можно оказаться без пляжа. Вон, видите, поехала машинка. Вода проверяется. То есть, если пляж открыт, значит, вода чистая. Если бы там какая-то бактерия плавала, то пляж бы закрыли. Какие-то лодки там плавают. Очень красиво. Вот, пожалуйста, пенсионеры. Смотрите, какие спортивные девчонки. 35 долларов заплатили. Приехали, сейчас будут купаться. Машинка обратно едет. В этом домике сидит, посмотрите, там кондиционер, все. Сидит лайфгард и посмотрите, какая у него лодка. На тот случай, если за кем-то надо будет плыть, быстро спасать лодку. Ну, вот пляж. Каждый приходит своим зонтиком. И кому что надо. Вон, дети строят замки. Вода, я думаю, прохладная. Молодежь играет. Типа бубинтона, да? Вода чистейшая, но холодная. Вот там красиво. Надо пойти погулять. Богибордс. Ну, волн-то нету. Мы сейчас дошли, вот видите, мыс уже недалеко, но люди уже рассеялись. Мало есть людей. Но сегодня даже не выходной, а людей очень много. Классный пляж. Это один из многочисленных пляжей Бостона. Тут в Бостоне я не знаю сколько пляжей. Тысяча. Мы ездили, когда в Мэйн, там еще холоднее, но там все равно очень забитые пляжи и люди активно плавают. Точно такие же они организованные, чистые, забитые детьми. Вот мы дошли до мыса. Здесь вообще никого нет. Вот это кайф, видите? Тут даже немного штормит. Можно идти дальше. Это дюны прямо до конца полуострова. Спасибо. До встречи.